Миллиардер Джефф Безос вернулся из полета в ближний космос на своем корабле New Shepard. Тот поднялся на 105 километров над землей. Сам основатель Амазон, его брат, женщина-пилот и 18-летний студент, три минуты побывали в невесомости. Каковы итоги полета и коммерческие перспективы такого туризма? Это самый лучший день, заявил Джефф Безос, сквозь того, как побывал в космосе. Корабль самого богатого человека в мире поднялся на 105 километров над землей и успешно приземлился в Техасе. О полете New Shepard Андрей Ромашков. Джефф Безос улетел и уже вернулся. Корабль, основанный им компанией Blue Origin, то есть «Синий исток», под названием New Shepard, то есть «Новый пастух» или «Новый пастор», поднялся чуть выше формальной границы космоса. На борту находились сам миллиардер, его брат Марк, 82-летняя женщина-пилот Уолли Франк и 18-летний студент из Нидерландов Оливер Деммен. Полет продлился всего 11 минут, из них три минуты Безос и его спутники провели в невесомости. В это время космические туристы могли расстегнуть ремни безопасности и перемещаться по кабине. На аудиотрансляции было слышно, как пассажиры восторженно реагируют на происходящее. А 18-летний Оливер был так увлечен невесомостью, что не сразу отреагировал на запрос центра полетов во время переклички. «Предупреждение. Одна минута. Предупреждение. Одна минута. Проверка статуса. Астронавт Оливер». «Астронавт Оливер. Ой, простите, я Оливер. Статус прекрасный». Через несколько минут после запуска ракета-носитель «Нью Шепард» отделилась от кабины с астронавтами и перешла к снижению. На восьмой минуте полета бустер успешно приземлился на площадку неподалеку от места старта. Пассажирская капсула завершила траекторию и еще через несколько минут опустилась на Землю на трех парашютах. Что видели Безос и другие пассажиры на высоте 105 километров над Землей? И можно ли считать это космосом? Рассказывает космонавт, герой России Сергей Волков. «Согласно именно определению Авиационной Федерации, то космос у нас начинается с высоты 100 километров. То есть формально экипаж все-таки в космосе был. Хотя в НАСА определение границы космоса считается на высоте 122 километра. Поэтому, смотря на какую категорию опираться, там мы и получим. Конечно, уже 100 километров это действительно серьезная высота, и уже небо черное. Видно то, что Земля у нас все-таки круглая. Все остальное, наверное, без изменений, потому что звезды так же далеко, как и на Земле». Полет Безоса стал первым визитом миллиардера за линию Кармана, 100-километровую условную границу космоса. Ранее астронавтом стал другой человек из списка Форбс, британец Ричард Брэнсон. Его ракета-план Юнити поднял бизнесмена на 80 километров над Землей, что тоже можно считать космосом. При этом обоих миллиардеров резко критиковали за то, что подобный космический туризм — это игрушки для богатых, а решать нужна проблема на Земле. Вот как ответил на вопрос CNN Джефф Безос. В целом эти люди правы, но нам следует делать и то, и то. На Земле есть много проблем, и нам нужно над этим работать. Но одновременно с этим миссия Blue Origin и цель этого туристического полета — отработать практическую сторону космических запусков настолько, чтобы они стали похожи на путешествия на обычном авиалайнере. Если у нас это получится, мы сможем проложить дорогу в космос для будущих поколений, и уже они смогут использовать ресурсы космоса так, чтобы решать проблемы на Земле. Как бы там ни было, полет New Shepard в любом случае войдет в историю. 82-летний Уолли Франк и 18-летний Оливер Демминс стали самым старым и самым молодым человеком за пределами земной атмосферы. Поездку голландского студента оплатил его отец, владелец инвесткомпании. Благотворительный аукцион за место на New Shepard завершился на отметке 28 миллионов долларов, а американскую женщину-пилота пригласили на борт в качестве почетной гости Безоса. Фанк прошла программу подготовки женщин-астронавтов еще в 60-х годах, но в космос смогла полететь только сейчас. Наконец, еще одна маленькая деталь. Во вторник самым богатым человеком на Земле на несколько минут стал Илон Маск, потому что Безос в это время был в космосе. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон»